Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Рассмотреть вопрос о поддержке селян областное руководство попросили депутаты УЗС. По словам исполняющего министра сельского хозяйства Алексея Котлячкова, вопрос о бюджетной поддержке аграриев по завершении сельскохозяйственного года вынесут и на правительство, когда станет понятно, какой урона нанесла отрасли погода. Программа Экономика. Промпарк Слободино запустят в начале следующего года. По данным областного правительства, там готова инженерная инфраструктура, автодорога, строятся автостоянки, проезды и тротуары. Общая стоимость проекта почти 300 миллионов рублей. Ввод запланирован на первый квартал 2018-го. Уже определены 9 потенциальных резидентов парка. Площади Игрограда заняты полностью. Общий объем инвестиций якорных резидентов по окончании реализации инвестпроектов составит 46 миллионов рублей. В Вятскополянском промпарке резидентами на данный момент занято более 70% промышленных площадей. Планируется уже в августе заполнить их полностью. Общий объем инвестиций якорных резидентов 358 миллионов. Кировчане чаще всего берут патенты на торговлю. Об этом заявляют в налоговой службе региона. По ее данным, в этом году выдано 3700 патентов, на 150 больше, чем в прошлом. Как и тогда, больше всего патентов 600 взято на услуги розничной торговли. Примерно столько же на парикмахерские и косметические услуги. 500 патентов получили кировчане, которые зарабатывают на грузоперевозках. Среди тех, кто воспользовался налоговыми каникулами и в течение двух лет не будет платить налоги, таких примерно 250, большинство оказывают услуги в сфере красоты и занимаются ремонтом. Доллар на сегодня 59,54, евро стоит 69,68. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.